Товарищ губернатор Самарской области, оперативная группа казачьего добровольческого отряда Ермак для приема имущества в зону специальной операции построена атаман Волжского войскового казачьего общества, казачий полковник Иванов. Поддержали своих. 100 аптечек и 35 квадрокоптеров передали представителям казачьего отряда Ермак, чьи бойцы принимают участие в спецоперации, губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Государственной Думы Владимир Гутенев и Леонид Симоновский. Все закуплено согласно пожеланиям участников СВО. Я понимаю, что это с вами согласованный набор. 35 коптеров и аптечки передаются. Понятно, что здесь у нас два вида коптеров. Часть квадрокоптеров предназначена для разведки. Они позволяют делать корректировку огня. Более мощные, которые могут работать как днем, так и ночью, летают на 10 километров и обнаруживают квадрокоптеры противника. И, наконец, тактические квадрокоптеры, которым с помощью подвесных систем можно подвешивать взрывчатые вещества. Мы очень благодарны губернатору Самарской области Дмитриевичу Азарову, депутатскому корпусу, конечно же, Гусеневу Владимиру Владимировичу, конечно же, Симоновскому Леониду Яковлевичу, другим депутатам за то, что не оставляют вниманием добровольцев, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. И сегодняшнее мероприятие по приему этого дорогостоящего ценного оборудования, оно для нас и для добровольцев очень значимо. Казачий добровольческий отряд «Ермак», который выполняет боевые задачи в зоне спецоперации, был сформирован в прошлом году, 12 мая. В него входит 400 человек со всего ПФО, но большинство из них – жители Самарского региона. Вы многие знаете, что такое оборудование именно в боевых условиях живет максимум неделю. Оно сбивается, сажается и так далее, и так далее, и так далее. Бывает, получается, что мы отбиваем вплоть до того, что входим прямо в боевые столкновения, чтобы отбить свой дрон, потому что там есть информация и так далее. Поэтому для нас это очень важно. Лучше, чем в Самарской области никто не помогает. Ценный груз обещают доставить в зону спецоперации к концу сентября. Виктория Шарой, Константин Головин, Николай Епифанов. События.